Таро изначально были игровыми картами. В 15 веке это было популярное увлечение французов, итальянцев и других жителей Европы. Считается, что возникли они впервые во Флоренции. Но торологи упорно настаивают на египетском происхождении карт и считают их иероглифической книгой Тота, богомудростью египтян. Что есть отчасти заблуждение, так как основной каббалистический символизм Таро был приведен оккультистами в основу игральной колоды только в позднем средневековье. Есть кто живой? Карты типичной колоды Таро делятся на две большие группы. 22 старших аркана, которые символизируют духовное развитие от дурака чистого человека до мира богоподобия. И 56 младших арканов четырех мастей, жезлов, мечей, кубков и пентаклей или монет. Есть кто живой? Есть кто живой? Всяких полно. Живых мало. Нулевой старший аркан Дурак или Шут – это самая сильная карта в колоде Таро. Этот аркан олицетворяет невинность, поэтому Шут, как правило, означает начало нового путешествия, которое сформирует характер, наполнит оптимизмом и избавит от ограничений. Эта карта указывает на новую страницу жизни – это приход души в мир. И по аналогии на карте Дурак шагает в пропасть, а в замысле наш скоморок сидит над пропастью. Чего так кричать? Действительность? Все не так, как на самом деле. А за окнами сыпучая, взнохваляющая пурга. Сгид не видно. Знать бы к случаю, что на такое сгам. Отойдем-то поглядим, хорошо ли мы сидим. Идиоты! Если палец показывает на небо, глупо смотреть на палец. Идиоты! Ха! Святые воды дуэлики бросали камни дураки. А мудрецы ловили рыбу наперекор и вопреки. Одному кифнул, другому моргнул, а третий и сам догадается. Человечки! Помогли тебе твои умники! Кто не дает понять грандиозность замысла? Может мы? Незримое управление обслуживается вполне себе зримым, людьми. Низший уровень – административный. Это разного рода правители и чиновники, полицейские с дубинками и собаками. Одним словом, надзиратели. Их удел слова и законы, поощрения и наказания, политика и прочая шелуха. Надзирателями управляют технологи. Те, кто явно ведет образы. Подбрасывают бомбы, меняющие ход событий. Знающие, куда при помощи образов направить энергию толпы. Первый старший аркан, маг – Это воплощение чистой силы воли. Он связывает миры, Потому что знает, Что они являются лишь отражениями друг друга. Третий уровень, орденский. Князья солнца, не признающие времени. Они считают знаки, Управляют сознанием масс. Подобны утренней росе. Вот она есть, А через минуту испаряется, Чтоб появиться в другом месте. Его девиз – могущество. Могу, потому что хочу. На высшем уровне управления, Те немногие, Различающие символы, Имеющие доступ к смыслам. Они регулируют план, И исполняют замысел. В нем заключается сила единства четырех стихий. Им движет любовь. Это нечить, звездочет. Звездочет не потому, Что звезды считает, А потому что сутками напролет Сматривается в небесную твердь, И видит то, Чего никто видеть не может. Над головой у него Мистический знак святого духа, Знак жизни, Знак бесконечности. А не побаловать ли нам себя Этим прекрасным вечером? Чем-нибудь запрещен? Пирог с сушеными абрикосами. О, не перестаешь удивлять. Ты где такую роскошь добыл? Маг – это образ обладания Духовными силами И дарованиями к их передаче. Это акт творения, Что вверху, то и внизу. А где это у нас? Ну внизу, дома. Он что, снизу? Ну да. Что ж мы тогда разговоры затеяли? Эта карта Символизирует человека, Стремящегося К обожествлению. Свой привел Наш человек. Будущий смыслоносец. Фух. Что ж ты сразу мне сказал? Маг представляет собой ученика С искренним усердием Взявшегося за выполнение Трудного задания. Ремесленника, Не дающего себе поблажек В достижении мастерства. Профессионала, Успешно продвигающегося В карьере. Я все равно не понимаю. Как мы могли проиграть? В чем нас переиграли? В кастах. Что? Маг символизирует идею, Которую вопрошающий Хочет воплотить в жизнь. Это мастерство, Дипломатия, Обращение, Тонкость, Уверенность в себе, Воля. Извечный вопрос, Что делать? Это что? Ты знал? Мы намеренно пошли на речку И не взяли его с собой? На алтаре мага Разложены все масти Таро, Кубки, Пентакли, Мечи И жезлы. Что означает Его власть На четырьмя стихиями. А жрецы? В любой войне, Если противник умен, В первую очередь Ликвидируют жрецов. Но шанс-то есть. Это же не конец. Маг Это дурак, Который нашел свой путь. Его скитания Окончены. Он уверен в своей цели И упрямо идет к ней. Но его же похитили. Похитили, пусть выбираются. Думаешь, его одного похитили? Многие хотят выбраться из плена, Но скитаются, Похищенные по врагам и болотам. Немощные, перебитые, жалкие. Жатва началась. Время последнего наступления. Взамен отдай мне мальчика. Может тебе еще и назначение отдать. Никаких взамен. Времени у всех мало. У меня еще меньше. Говори. Балансы нарушены. Вы переусердствовали. Второй старший аркан Верховная жрица. Эта карта означает Поступление жизненно важной информации. Медведь при смерти. Ни о какой игре В таком состоянии Речи быть не может. Я понимаю, что такое сценарий, Но вам самим разве интересно Играть с мертвым противником? Что предлагаешь ты? А не побаловать ли нам себя Этим прекрасным вечером? Чем-нибудь запрещен? Пирог с сушеными абрикосами. Это период размышлений, Спокойствия, Погружения в себя. Карта интуиции, Самопознания, Самосовершенствования. В человеке раскрываются Врожденные способности, Творческие таланты И природные дары. Так или так? Не помню. На словах просили передать. Дорнуть медведю часть силы. Убрать из управления Всех этих недоумков. Созвать смыслоносцев, Расставить, Играть по-настоящему. Предложение интересное. Но ты же понимаешь, Что решение принимаю не я. Но сообщить, И повлиять на принятие решения, Ты можешь. Суета и настойчивость ни к чему. Все свершится само собой. Здравомыслие и уверенность в себе Приведут к намеченной цели. Я много раз объяснил. Все устроено абсолютно правильно. Все работает на исполнение замысла. Ты не сможешь ничего подкрутить. Все идеологии искусственны. Созданы для того, Чтобы отвлечь от настоящего пути. Пусть там внизу хотя бы попытаются. Все нити оттуда. Пусть они хотя бы вот настолько попытаются. И поймут ради чего все это. Тогда все в один миг преобразится. Именно Исиду часто изображают на Аркане Верховной Жрицы. У ее ног блестит полумесяц, А голову венчает двурогая диадема С шаром посредине, А на груди солнечный крест. Будет борьба за мир. Но такая, Что камня на камне не останется. На свитке, Которую она держит в руках, Можно прочесть слово Тора. Не льзить мне вздумал. В лягушку превращу И в Париж отправлю. А лечится освинение только войной. Жатва началась. Время последнего наступления. Поздно отсиживаться в безопасных окопах. Она восседает между двух колонн. Черного буаза и белого яхина. Пропустите. Я обещал ему открыть, Что нужно строить. И посвятить в замысел. А полотник. Не трогайте. Отдай его мне. Я ему так покручу. Он сказал не трогать. Колонны олицетворяют двойственность природы. Мужское и женское. Добро и зло. Негативное и позитивное. Черное и белое. Ловушки видны только со стороны. Находясь внутри ловушки, Не увидишь ничего. Выпьешь бодрящего чаю. Силы появятся. Верховная жрица Символизирует третью опору. Она верит, Что оба столпа равны. И являются частями единого. Любая война всегда и только информационная. Но война на умах и сердцах невидима. Народы умело стравливаются. И игра идет. За стол садить некого. Не то что сражаться. Кругом одни менеджеры, Да аналитики. Эти идиоты серьезно только за распил могут взяться. Это ясновидящее, Пристально вглядывающееся в прошлое и будущее. И что теперь? А ничего. Все будет правильно. Да уж, просто замечательно. Еще не выйти в колонию, А уши потерестованы. Все будет правильно. Самый наглядный символ луны, Это месяц у ее ног. Свободу выбора пока не отменили. Делай что хочешь. Занавес позади расписан гранатами В форме дерева сиферот. За пределами смысла. На них все внизу держится. Они мне сурово так. Работают, рабы. Мы трудимся. О, кочегары пошли грамотные. Знаки крутятся, вертятся, Проникают в сердца, Выполняют свою работу И рождают в человеках образы. Ну ты волшая. Это обычные дела. Просто атомы и электроны В прежней последовательности расставил. Поймите замысел. Расставьте символы правильно. Наведите порядок в кастах. Мы сами по себе постоянно скатываемся к поражению. Когда кажется, что все пропало, И еще шаг, и медведь погибнет. Появляется некая сила. Не отсюда. И все разворачивается в победу. Вот это и есть Архал. Видно нас там безмозглых и чумазых шибко любят. Просто в последний момент присылают Архала. А вот спасибо, мил человек. Подсказал, так подсказал. Тех, кто управляет ветрами, Заставляют верить в этот миф. Видишь кошку? И я вижу. А ее нет. Видишь вокруг смысла? И я не вижу. А они есть. Ты это, увидишь своих, кланяйся нашим. Снова не пошел. Совсем не интересно. Третий старший аркан императрица Предвещает новое успешное развитие Давно заброшенных дел. Аврора Давидовна заслуженный учитель. Удовольствие, радость, Лидерство, Изобилие, Плодородие, Рост, Статус И светлую полосу в жизни. Но на переменах. Общине с ребятами. Игры в конце концов. Вчера они играли в плюшки. Как это? А то дальше плюнет. Но совсем не учиться нельзя. А я учусь. Сам. Нужно учиться в школе. Зачем? Чтобы окончить школу с отличием. Поступить в институт. И что потом? А потом ты сможешь устроиться на престижную работу и стать достойным человеком. Дарья Гена окончил два института. У него престижная работа и большая зарплата. Но он не достойный. И не человек. Императрица сочетает в себе хозяйку, маму и жену. Если я буду заниматься ерундой и думать о всяких зарплатах, я не успею сделать свое важное. В ее диадеме сверкают 12 звезд, собранных в созвездия. Настоящим рядом щите изображен символ Венеры. Перед нею качает колосьями зреющая пшеница, а за спиной шумит водопад. Скипетр в ее руке увенчан шаром, означающим символ земного мира. На щите также изображен планетарный знак Венеры. И меня за себе землей. Мы прерываем культурные посиделки на ежевечернее обращение светлейшего резидента. Устройтесь удобнее, не думайте. И представьте что-нибудь хорошее. Дорогое население, в истории нашей колонии было немало трагических страниц и тяжелых испытаний. Мы все ожидали перемен, перемен к лучшему. Четвертый старший аркан, император, это высоко поставленная особа, король, владыка, правитель или генерал. Нам удалось встать с колен, выстоять и сделать нашу любимую колонию стабильной и процветающую. Мы должны усовершенствовать и увеличить количество сотрудников надзорно-карательных органов. Люди, которых описывает эта карта, способны диктовать свою волю с непоколебимой верой в собственную правоту. А главное, слушать и слышать потаенные мечты каждого жителя колонии. На создание новых, современных и реально стабилизирующих средств уйдут долгие годы. И потребуются миллиардные вливания. Этот аркан предвещает осуществление планов, стабильность, могущество, убежденность. Ежедневно посягают на самое святое, нашу стабильность. Сердечная, искренняя забота о ней, вот что лежит в основе этого объединения. Хочу, чтобы меня услышал каждый. Основной посыл четвертого аркана – воплощение задумок в жизнь. В этом и заключается его благоприятный аспект. Меня не покидает уверенность, что вместе мы обязательно преодолеем все трудности. Стремление действовать, строить будущее, преодолевая любые преграды, благодаря мудрому планированию и отлаженным методам. Как не горько признавать, но мы стали слишком хорошо жить. Эта карта означает, что осуществление ваших надежд зависит более от некоего могущественного лица, нежели от вас самих. Население объединилось, и мы это видим вокруг патриотических интересов. Готовность работать ради колонии. Непобедимую силу и власть заключает в себе четвертый аркан – император. Позавчера закрыли последнюю больницу. Они нам больше не нужны. Так как с нами светлейший, болеть больше не будем. Так точно. Служу стабильности. Фух. Фух. Что? Что? Господиня! Позвольте мне принять идущего. Ха! Позволяю! Идешь? А стоит ли? Оно того стоит? А о последствиях задумывался? Может вернуться пока не поздно? А? Пятый старший аркан и иерофант с греческого переводится как тот, кто обучает связанным делам. Хотя, не ты первый, не ты последний. Ноябрит. Эх, ноябрит. В античных мистериях верховного жреца называли иерофантом. Он – правящая сила внешней религии. Надеетесь на желтый камень? Пиб! Мы переберемся жить к вам! Готовьте хлеб-соль! Иерофант – это отпущение грехов, экзотерическое ортодоксальное учение и внешняя сторона жизни, ведущая к этому учению. А веришь ли ты теорию заговора так, как видят от нее твои слепые соблеменники? Он символизирует внедряемые в массы стандартные традиционные учения и практики. Мы повсюду растали легионы пастухов, конспирологи, эзотерики, маги и целители, аналитики и политологи. Каждый из них работает, не покладая рук, придумывая новую правду. Все для вас! Все ради вас! Это душа, живущая в каждом, кто наделен прирожденной духовностью. Это интуитивная часть каждого из нас, постигающая духовную, изначальную ценность и значимость нашего внешнего опыта. Выбирай, кем хочешь быть обманут! Бан! Одной части стада мы рассказали о гнусных и жадных банкирах, которые хотят поработить! Отобрать газ и нефть! Землю и деньги! Ярофант может символизировать применение традиционного, стандартного метода или образа действий. Только все это вы отдали давно. Как можно отобрать то, что вы отдали сами, добровольно! В равномере он может означать и наличие некоего интуитивного руководства. Другой части стада мы сказали, вы умны и продвинуты! Ха! Неужели вы поверите в чушь про теорию заговора? Посмотрите, как смешны те! Вереси и бараны! Хе-хе-хе! И пока вы с пеной у рта сражаетесь друг с другом, настоящий заговор остается в тени и работает без всяких теорий, как часы. Тик-так, тик-так. Прав ли я, богиня? Ты всегда прав, достойнейший сын завета. Это папа, глава римской католической церкви, протестантский священник, проповедник, раввин. Слушай, давай к нам. Работа у нас не пыльная, обеспечение на высшем уровне. Будет все, что пожелаешь. Кто вы? Оставайся, мальчик, с нами. Будешь нашим королем. Кто вы такие? Ты будешь нашим королем. Куда? Беги, беги. Бежать-то некуда. Все дороги ведут в Рим. Священнослужитель, гуру. Иначе говорят, духовный патриарх. Мост между богом и человеком. Будет сделано. Служу стабильности. Шестой старший аркан «Влюбленные». Это глубокая и многогранная карта. Значение аркана – влечение, любовь, красота, преодоленные испытания. В сочетании со старшими арканами, эта карта предвещает судьбоносный момент. Который перевернет жизнь с ног на голову. Тебе бы ликвидировать кого-нибудь. В наших силах ликвидировать вообще всех. Но в чем тогда будет наш смысл? Седьмой старший аркан «Колесница» представляет собой личность, добившуюся успеха своим трудом и умом. Кем управлять и при помощи кого осуществлять план? Слушаю тебя. Но времени у меня мало. «Колесница» также является символом движения вперед. Указывает на необходимость взять ситуацию в свои руки и управлять волей и поступками, как своими, так и других людей. Ведя их к определенной цели. «А ты же понимаешь, что решение принимаю не я». «Но сообщить и повлиять на принятие решения ты можешь». «Я подумаю. Взамен отдай мне мальчика». Аркан «Колесница» олицетворяет человека, который знает, чего хочет и как этого добиться. «Ничего прекраснее играть в команде сильных и постоянно побеждать». Его можно описать как личность весьма динамичную, активную, предприимчивую, уверенную в себе, открытую для приключений и даже несколько агрессивную. «Как раз то, что глупцы считают бредом и является наиболее важным. Да, глупый человек?» Движимая честолюбием всадника «Колесница» может проехать и по другим людям, если те являются помехами на его пути. «Не обижайся на всех этих мэров, пэров, премьеров, президентов. Жалкие несчастные люди. Они думают, что имеют власть и чем-то управляют. Мы позволяем им много гроздь и немного рулить штурвалом. На самом деле управляем мы, используя их». «Князья Солнца» «Какие ты слова знаешь? Толковый из тебя выйдет управитель». Значение Аркана Господство разума над материей. Умение контролировать свои эмоции и желания. «Бог есть любовь. Они смотрят и не видят. Слушают, но не слышат». Умелое сочетание самоконтроля, равновесия и дисциплины ведет к победоносному преодолению проблемы трудностей. «Прям все время совсем ни о чем». «Помощь в трудную минуту. Проведение». «Говори». «А также война, триумф, самонадеянность, возмездие, неприятность». «Тебя разве возможно обидеть? Разве у тебя, кроме желания хорошо пожить, еще что имеется?» «Колесница запряжена двумя сфинкциями, черным и белым. А это отсылка к ловушке дуальности, которой Возница спокойно управляет». «А предлагаю я, возможно, самое интересное в мире занятие – участие в управлении ловушкой добра и зла. «Самая главная и мощная ловушка. Несущий свет соорудил ее первой. Остальные уже от нее устроились. И силами зла, и силами добра управляет Деница, князь мира сего. Тот ответственен за исполнение замысла и исправную работу ловушек. Но мы так. Помогаем по мере сил». «Дальше за меня расскажет твой знакомец. Только про абрикосы с ним ни слова. Он много лет провел в темноте за то, что абрикосовую косточку в кармане нашли. Даже сейчас рана не заросла». «Тебя отпустили?» «Меня забрали». Восьмой старший аркан «Сила» – это стадия в духовном развитии, на которой человек должен обрести внутреннюю силу для преодоления внешних и внутренних препятствий. «Иди за мной». «И как нам теперь выбираться?» «Да очень просто. По ступенькам поднимаетесь и выходите». Умение и решимость управлять собой собственными инстинктами. «Я домой хочу. Жду, когда заберут». «Лев на карте» – символ наших инстинктов и влечений, наших страстей, диких порывов. «Ну а как вы там без паспортов, харагма? Не купить, не продать. С пустым желудком долго не протянешь». И в то же время «Лев» – это про большую силу, силу духа, храбрость и отвагу. «Куда они направились?» «Точно не туда, куда направляетесь вы». «В твоих интересах рассказать все, что ты знаешь». «Я много знаю. Долго рассказывать. А мне домой пора». «Женщина закрывает пасть льву. Лев уже укращен ее благотворной силой и поводком ему служит гирлянда цветов. Это подсознательный разум, обузданный, контролируемый и прошедшее очищение. «Все, что мы здесь за века настроили, цветами пахнуть никак не может». Это часть нашей души, способная понимать, прощать и расти над собой, относясь к личности с уважением и любовью. «Вроде с виду приличные люди. Не бойся, сомнились. В верности курса на еще более полную стабилизацию». Этот аркан считается позитивным и заключает в себе достаточно большое количество энергии. «Витязь». «Что?» «Он давно здесь сидит. Окаменел. Не помнит, куда идти и за что сражаться». «Что это?» «Камень выбора. Три идеологии». «И призывает отважно и решительно противостоять превратностям судьбы». «Теперь он спит, никуда не идет. Называет это патриотизмом и думает, что так долго протянет». «Сила возвещает испытания на выносливость и говорит о необходимости терпения и смелости». «Это раньше в тюрьмах были замки. Попадающие сюда даже подумать не могут, что выход открыт». «Надо же. Так а ты почему не уходишь?» «А зачем? Живому человеку везде тюрьма. Что в камере, что там наверху. Здесь сердце ничем не успокоится». «Сила в раскладе – это свидетельство того, что до сих пор человек шел верным путем, а сейчас ему предстоит испытание. Проверка». «Я домой хочу. Жду, когда заберут». «Этот аркан внутренней силы, необходимой для преодоления препятствий на пути и для того, чтобы оставаться непоколебимым перед лицом сложных обстоятельств». «Витязя постоянно уводят в разные стороны. Лишь бы правильный путь не заметил». «Обычно эта необходимость быть сильным во имя других или себя самого подразумевает обуздание собственных чувств, будь то страсть, тоска или разочарование». «Мечты нет. Внизу никто не знает, куда идти. Все ждут. А вось вихрь враждебный стих. А вось пронесет. Не пронесет». «Традиционное значение силы – это преодоление препятствий при проявленной силе духа. Победа над непредвиденными обстоятельствами». «Сидеть на месте – верная гибель». «Это карта силы воли, энергии, стойкости и триумфа. Ее функция – дать силу усмирить внешнего или внутреннего врага. Например, преодолеть слабости». «У нас же только одна дорога. Через камень. Вверх. По тонкому канату. Пока этого пути никто не видит». «Карта наглядно показывает, что настоящая сила – это сила скорее духа, нежели тела». «Живому человеку везде тюрьма». «Сила духа – ключ к победе. Проявишь слабость – потерпишь поражение». «Я домой хочу. Жду, когда заберут». «Вы, ребята, бойкие, как я погляжу». «Эх, партизанщина. Романтика». «Девятый старший аркан «Отшельник». Говорит об отстранении реакции «Отшельник». от ситуации и общества, когда человек комфортно чувствует себя наедине с собой. Не грусти, даже если кажется, что происходящее ужасно и невыносимо. Все пройдет, зима не вечная. Карта предвещает период поиска собственного пути в жизни. Определение целей и ценностей. Льды растают, реки восполнятся, на последнее время оставляют самых сильных, тех, кто способен нанести все, что задумано. Жди и будь готова. Она символизирует мудрую личность, которая знает, куда идет и как скоро достигнет цели. Я не понимаю, почему не рассказать все это людям? Пусть все знают, как устроено. А никто не поверит. Более того, рассказывая правду, рискуешь быть объявлен дураком, ведь у тебя нет высшего образования или ученой степени. Ну вот, знай и молчи, стяжай смысл и расставляй вокруг. В некоторых случаях Аркан Отшельник указывает на поиск и успешное обретение духовного учителя, гуру, тренера. Карта указывает на возможность получения ценной рекомендации от профессионала. В руках Отшельника фонарь, а внутри мерцает звезда. Уворачивайся, уклоняйся. Из двух предлагаемых вариантов всегда выбирай третий. Заставляют бросить монету. Бросай так, чтобы она стала рядаю. Не бери ни хорошего, ни плохого. Ищи правее. Если требуют сделать выбор, ну что-то пробуждай. Дозорный советуется со звездой, которая, возможно, является его собственным внутренним голосом. Десятый старший Аркан Колесо Фортуны свидетельствует о переменах в жизни. Символический образ Колеса представляет вечное движение Вселенной и перевоплощение души. Сфинкс означает равновесие между ними. Это Инь и Янь в китайской метафизике. Это циклическое круговращение наших жизней. Колесо Сансары в метафизике индуизма и буддизма. Оно же Великое Колесо Времени, Кала Чакра, в тантрическом буддизме, который символизирует конец одного временного цикла и растворение всех явлений, появляющихся затем в иной форме. Четыре Ангела Херувима, которые правят Небесной Колесницей и Езикииля, расположены в четырех углах картины. Эта карта представляет перемену к лучшему, открывающую путь к расширению и росту, возможно в новом направлении. Арканка Лесо Фортуны предсказывает удачный поворот событий, вознаграждение и возможности, цикл получения заслуженных наград или удачная возможность. Именно эта карта показывает хождение по кругу и повторение предыдущих ситуаций. Одиннадцатый Старший Аркан Справедливость – это прямое указание на то, что человек обязан взять на себя ответственность за все, что сделал и сказал, за свой образ мышления и за поступки. За муравьями слежу, чтоб не ссорились. Подмени, скоро буду, следи в оба. Я не смогу сидеть сложа руки и молча наблюдать, как они мучаются, нужно хотя бы попытаться. Пришло время платить по счетам, восстанавливать справедливость и порядок, видеть ситуацию без прикрас. Это то, что ты добыл несправедливо. Не тебе, а справедливости вякать. Рожденные ползой страсть, как любят учить летать. Это что, ты будешь моим учителем? Хех, учителя – это низшая форма передатчиков знаний. Тот бред, что кишит в их головах и знаниями-то не назовешь. Они читают и заучивают, не понимая смысла. Приучают к системе, заглушают сердце и заставляют слушать желудок. Избегай их. Они заразны. Передатчики знаний? Выше стоят преподаватели. Их задача – преподать урок. Пре-подать. Обрисовать беду до того, как ты столкнешься с ней. Это мера ответственности согласно поступкам человека и их причинно-следственная связь. Надо всеми возвышаются наставники. Они создадут проблему и наставят на пути ее преодоления. Передадут самые ценные знания, ничего не требуя взамен. Быть честным, ответственным, справедливым. Уметь взвешенно принимать решения и понимать их последствия. Там были грабли. Угу. Это я их подложил. Но мне же больно. Ты получил шишку на лоб и опыт за плечи. Шишка пройдет, а опыт останется. Задача наставника не рассказать, как избежать беды, а наставить на ее преодоление. Символом ясного сознания и правосудия является меч богини. Но и на самом верху изобретатели. Они ничему не учат. Они заняты обретением ИС. Это одна из ипостасей Архангела Михаила. Подвергающего испытаниям тех, кто стремится ступить на путь духовности. Давай подкрепимся, но туда и не пойдем. Нас ждут иные пути. О, совсем другое дело. Ты нам подходишь. Желающий мстить должен рыть две могилы. Тому кому мстишь и себе. Есть вообще-то женщина нехорошая. С ней лучше не связываться. Это закон кармы, беспристрастно воздающий каждому по его заслугам. Предъявите паспорта. А с чего вы взяли, что у нас есть паспорта? И вообще, что они нам нужны? То есть как это? У всех есть паспорта? Абсолютно у всех? Возможно, они нужны тем, кто ничего не знает о себе. Уверяю вас, мы совершенно точно знаем, кто мы, откуда мы и зачем мы. И нам не нужны бумажные напоминалки о себе. Нет, ты видел эту новость? Злостных рецидивистов принимайте. Нарушаем, значит. Так сказать, бросаем вызов. Мы ничего не бросаем. Просто идем. Мы под вашей стабильностью не подписывались и ваши системы не принимали. Что? Ты чего себе возомнил? Кто ты такой, чтоб оценивать систему? Думаешь, там наверху дураки сидят? Я думаю, наверху сидят полнейшие кретины и редкостные подонки. Что? Вы забыли, что кроме мое и наше еще есть свое. Совместное бытие, общинное устройство, артельный принцип производства, круговая порука. За вино одного отвечают все, но и все разделяют успех каждого. Не лживое наше и уродливое мое, но гармоничное свое. Беспристрастность, правота, неподкупность, законная и заслуженная победа и получение заслуженной награды. Навестить одну сволочь нужно. Надеюсь, здесь что нужно. И мне не придется тебя снова искать. В следующий раз могу повредить окончательно. Степь все даст сама. Чай пить будем. Шиповниковый. Вы приглашаете нас к себе в гости. А у них все так. В головах руины, в сердцах руины. И снаружи одни сплошные руины. Никто ничего не строит, только проедают то, что построено до них. Постулат надежности гласит. Все, что может сломаться и подвести, сломается и подведет. Я бы не рекомендовал произносить вслух такие вещи. Главное, что всех эта разруха устраивает. Лишь бы стабильно. Как бы что ни вышло. Вот девиз эпохи вырождения. На самом деле все, что происходит сейчас и будет происходить, уже и произошло и записано. Только мы этого не знаем. Память отключена. Я видел источник в раннем детстве. Это такой огромный завод. Нужно на все смотреть пятнами. Без подробностей. Иначе ничего не увидишь. Это частица нашей души, способная на благородные и благодарные поступки. Они все поймут и начнут жить достойно. Все вокруг расцветет. Представь. Все заботятся, берегут друг друга. Биллиарды творческих людей. Никто никому не завидует. Никто никого не проклинает. Только творчество и созидание. Без источника внизу бы все рассыпалось. Я должен сделать, что должен. Больно? Нормально. Болваны. Двенадцатый старший аркан повешенный. Это жертва, которую нужно принести, чтобы двигаться вперед. Будь то продуманный шаг назад, чтобы заново пересчитать свой дальнейший путь. Или раскаяние в совершенных поступках. В духовном плане карта означает самоотверженное служение. В веру и принесение некоей жертвы создателю. Что это такое? Какой идиот додумался? Развязать? Вопрошающему рекомендуется во всем положиться на волю Всевышнего, не теряя веры в то, что дело разрешится, как ему предназначено. С кем приходится работать? Понабирают по объявлениям. Связать ребенка? Другим основным значением карты является переворот, который может привести к смене или переоценке ценностей, приоритетов или убеждений. А ну пошли в город отсюда! Тринадцатый старший аркан. Смерть. Говорит не только о смерти, но и о начале новой жизни. Аллегория этой карты – конец той личности, которой вы были раньше. Фактически это то, что вы заслужили и ради чего приносили жертвы. Возможно, сейчас начнется новая жизнь, отличающаяся от вашего прошлого существования. Появление в раскладе карты смерть как нельзя более удачно, ибо она возвещает положительные, несущие свободу перемены. Начинается совершенно новая жизнь. Новый жизненный цикл. Исполняются намерения на будущее. Встать, помоги. Сынок! Помоги! Ты столько лет над одеялом, а так ничего не дошло. Пятнадцатый старший аркан – дьявол – означает депрессию и зависимость, попадание в ловушку и ограничение. Человек ведет себя так, словно его разумом управляет дьявол. И у каждого он свой. Да ерунда всякая. Какие-то наставники, муравьи. Бред, в общем. Он не мог выйти сам. Мои люди стояли на дверях круглосуточно. Здесь не обошлось без Архала. А вот вы… Нечестно заработанное богатство, измена, жажда власти, алкоголь и наркотики – это то, что уводит с истинного пути. Противоветры могли бы и поставить. Что? Ты меня поучить решил? Зато с такими качествами я ценный и незаменимый исполнитель. Это негативная, демоническая сторона каждого из нас. Вечно искушающая человека пренебречь законами морали и ступить по головам к вершинам успеха. Это бафомет, созданный людьми дьявол. Все жалуются на отсутствие денег, на отсутствие ума никто. Ты талантливый соглядатый, но все же просто соглядатый. Вот и наблюдай, и понимай, о чем они там ведут. Одолевающие душу страхи, ошибки вследствие суждений и решений, принятых под влиянием страхов, стремление играть важную роль, материализм, тщеславие, легкомыслие и откровенная показуха. Всю дорогу вел или, как обычно, халтурил? Обижаете? Ни на шаг не отстал. Вы же меня знаете, я суровый профессионал. Но вмешался в свой. Он тоже пас от самого перехода. Тебя обнаружили? Обижаете. Я же легче ветра, тиша дыванчика. Ой, ладно. Мои люди продолжают наблюдение. Прикажете ликвидировать? Чего? Опустошение, насилие, упорство, чрезвычайные усилия, грубая сила, катастрофа. Вопрошающий всецело поглощен своими денежными делами и пытается пустить пыль в глаза окружающим. Понабирает по объявлениям. Всему учить нужно. Преобразись, наконец. На жалость больше дави. У этих сострадания хорошо развито. Они мочеников любят. Прекрати! Обижаете. Дьявол – это карта страха. Главный враг человека – его страхи. Страх делает человека рабом бесчисленных ограничений. И он, что есть силы, цепляется за навязанную роль, боясь что-либо в ней изменить. Тебя разве возможно обидеть? Разве у тебя, кроме желания хорошо пожить, еще что имеется? Учиться никогда не поздно. Что не родилось, то и не умирает. О чем стоят парадушки последний день и мы? Мы выжили! Мы тоже! Мы живы, живы, мы! Ты скажи, как их всех убедить? Не надо никого убеждать, уговаривать. Четырнадцатый старший аркан – умеренность. Это частица ангела в каждом из нас, которая, подобно фениксу, возрождается из пепла, навстречу все новым испытаниям. Делаем свое дело. Остальное устроит канцелярия. Покажем образец. Как вообще все может быть. Запустим символы и все само сдвинется. Рычаг. Момент силы. Равновесие, сотрудничество и приспособление – таковы подлинные значения умеренного поведения этой карты больших арканов. Не ждал гостей? Да почему? Рано или поздно встретились бы. И то верно. Это шаг навстречу ближним, проявление сговорчивости, чтобы справиться с ситуацией и достигнуть компромисса. Людям не рад. Разве вам радость требуется? Или приглашение? Приходите? Куда и когда захотите? Что будет потом? Малый мир. Такой же. И красный яростный. Это самоконтроль, спокойствие и терпение. Золотая середина. Баланс и гармония в жизни. Опять все сначала. Разве было по-другому? Никогда такого не было. И вот опять. Какой странный дом? О, это не дом, малыш. Это дворец. Дворец мыслителей. Гордость столицы. Лучшие умы современности состязаются в нем в остроумии и мудрости. Шестнадцатый старший аркан башни это падение всего лживого, низкого и подлого. Решают как обустроить колонию и по заказу светлейшего разрабатывают новую государственную идеологию. Эгоистические махинации будут выведены на чистую воду и ситуация откроется в ее подлинном свете. Что? Значение этого аркана – нищета, беда, нужда, враждебность. Ну, за слабый смысл. Не текай. Наше. Вот секрет счастливой жизни. Мое. Вот идеал. Счастливой, сытой жизни. Просто пришло время взглянуть на свою жизнь под другим углом. Все, кто это затевают, затевает вот это все этим людям, я адресовываю. Доиграйтесь. Не бойтесь нового. Доиграйтесь. Ученок с этим есть? Все? Ничего не ма? Добро пожаловать отсюда! Семнадцатый старший аркан «Звезда» символизирует надежду, вдохновение, позитивные изменения и счастливое будущее. Наличие этой карты в раскладе говорит о существовании в жизни человека высшей путеводной силы, которой он должен довериться. Еще не поздно. Поздно будет, когда солнце на западе взойдет. Звезда – это путеводный свет духа, остающийся с нами, когда пережиты утомительные и болезненные потрясения башни, разрушившие наше прежнее эго, старые ценности и мирские привязанности. Это новообретенное небесное процветание, желание следовать свету. Это фаза духовного благополучия, когда звезды видны и через облака. Стоящая на фоне зелени обнаженная девушка, которая при свете звезд льет воду из двух кувшинов на землю и в пруд, олицетворяет надежду, веру и вмешательство в ситуацию высших сил. Новый путь к успеху и по зодиакальному соответствию – это водолей. А говорил – много знаешь! Ну иди, посмотри! Восемнадцатый старший аркан Луна олицетворяет соблазны скрытой истины. Человек обладает двойственным сознанием. С одной стороны, он чувствует свою силу, способную творить чудеса. С другой – бьется в безнадежном бессилии. Луна символизирует бесчестное поведение и двойную игру. И, кстати, этот звук люка, открывшегося в небе, очень даже напоминает звук люка мусорного бака, который открыли, нажав ногой на педаль, чтобы выбросить мусор. Девятнадцатый старший аркан Солнца – это возрождение, преображение личности. Аркан Солнца предвещает счастье, успех и полную самореализацию, достижение мастерства в образовании, технике, профессиональной карьере и творчестве. Это и рождение ребенка, и радость, и начало некоего предприятия. Это незамутненная радость, не омрачаемая ничем. Очень интересно. А куда идем? Вы про Варвару без носа услышали? Это самый расцвет жизни, счастье, бытие, ощутимый успех. Вкусно. А почему запрещенное? У нас летом их полно. Солнце – это новые перспективы бытия, открывшиеся перед человеком после сна. Вот в таком мире мы сегодня с вами живем. Желаем вам здоровья, счастья и радости. Есть кто живой? Это символ Духовного Возрождения, путь к которому открыт для всех. Мальца позывной, как записывать? Сюда. Божья искра? Спасибо за доверие, но я никогда не буду управлять ловушкой. Это становление духовной личности, чьи чувственные устремления очищены. Скажи, когда все закончится? Когда погибнет мир? Ау! Ты куда? Обиделся, что ли? Карта символизирует переход между светом этого мира и духовным светом мира небесного. Высшее осознание – духовную мудрость. Я что, умер? Нет, прекрасней. Когда слабый вдох побеждает сильного. Аркан Таро Солнце тесно связан со счастьем и практически всеми благоприятными аспектами жизни. Подхожу для чего? И кому это нам? Ты в моей полной власти. Будем лепить из тебя человека разумного. А сейчас я что, неразумный? Солнце – очень открытая карта. Она щедро делится своим теплом, и другие тянутся к Солнцу. Устал с дороги? Отведай нашего оживительного абрикосового пирога. Аркан Солнца – это начало пути нулевого Аркана, дурак. Ты ошибаешься. Я точно знаю, что мы пришли на место встречи. Ты говорил, что воюю смыслами. Как это? Что вам от меня нужно? Зачем это вам? Свой привел наш человек. Будущий смыслоносец. А разве символы и знаки – это не одно и то же? Кажется, я понимаю. Это называется информационная война? Я буду играть за медведем? Мне знакомо это место. В 20-й Старший Аркан Суд Суд – это избавление и преображение. Суд всегда символизирует изменение ситуации, всегда радикальные перемены к лучшему, успешное преодоление проблем, избавление от ограничений и препятствий. Это завершение какого-то трудного этапа, большое облегчение, потому что открывается новая жизненная перспектива. Суд олицетворяет тайну постоянного возрождения духа, представляет растущее сознание и использование свойств личности. Это психологическое перерождение и обретение единства и равновесия между разумом, сердцем и духом. Суд представляет духовное возрождение человека, искупление прошлого, раскаяние и прощение, восстановление сил, пробуждение и обновление. Одно из старинных значений Аркана – природные катаклизмы. Здесь видна мистическая связь между концом света и новым началом. В 21 старший аркан мир символизирует в мире. Завершение и целостность, гармонию и достижение, триумф и процветание. Это могущество и исполнение замыслов в сочетании с принятой на себя ответственностью. Четкое знание своих достоинств и недостатков порождает самоуважение и почтительное отношение ко всякому живому существу, служа порукой извлечению максимальной пользы из любого жизненного опыта. Карта Мир символизирует самопознание и самовыражение. С картой Мир мы до конца осознаем, кто мы есть и готовы держать ответ за выражение и реализацию своих потенциальных возможностей. Венок на карте в форме нуля напоминает о нулевом аркане Дурак и дает понять, что окончание нынешней ситуации станет отправной точкой нового витка событий. И подобно Дураку мы в который раз начнем жизнь с самого начала. Аркан Мир – это свержение лжи и торжество правды. Карты Суд и Мир предрекают награду за приложенные усилия и начало нового цикла в жизни. Посылаю свою особую благодарность мистическому почтальону из коридора искушений за помощь в трактовке оккультных раскладов под пылью средневековья. Засим всех обнял с кубком, жезлом, мечом и монетой. Засим всех обнял с кубком, жезлом, мечом и монетой. ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Есть кто живой?